Это село Малоугренёво. Населённый пункт во время наводнения практически полностью был залит водой. Пострадали частные домовладения, сложная ситуация в сельской школе. Пришли в негодность мебель, библиотечный фонд, в том числе методическая и учебная литература. Повреждены несущие конструкции здания. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин проконтролировал ход восстановительных работ. Это вы потом уберёте или так оставите? Нет, эти стены будут усиливаться, и временные конструкции убираются. А как вы будете усиливать стены? Ну вот они сейчас разработают, но скорее всего металлокаркасы. В настоящее время специалисты подрядной организации демонтируют подмытые полы и другие повреждённые элементы здания. По предварительным данным, стоимость восстановительных работ составит порядка 50 миллионов рублей. Малу-Гринёвская школа – единственная из 36 пострадавших учебных заведений в регионе, которая не примет учеников к началу учебного года. По школе вопрос будет решён. Дети пойдут 1 сентября в школу. По любому случаю будет определён. В кабинете администрации будут учиться. Не волнуйтесь. В ходе посещения «Зелёного» Клина Палприта и губернатор ответили на вопросы жителей микрорайона, заверив их, что материальную помощь и компенсацию ущерба получат все пострадавшие. В том числе люди, не зарегистрировавшие свои дома. Право отдельных граждан на недвижимое имущество, как правило, дома самострои, будут подтверждены в судебном порядке, что позволит людям получить все необходимые выплаты. Ещё хорошая новость. В Федеральном агентстве водных ресурсов принято положительное решение о выделении средств на возведение дамбы. Решение о выделении 70 миллионов рублей состоялось. Мы рассчитываем, что мы в этом году уже объём работ на эту сумму проведём. И одновременно будем проводить коррекцию проектно-сметной документации, ориентируясь вот на ту печальную, к сожалению, отметку на столбе. Мы-то ориентировались на те пределы, которые раньше и плюс полметра. Было у нас 640 от нуля водомерного, плюс полметра ещё мы проектировали. Сейчас он на 8 уже надо брать. Сейчас ещё к этому, что там, ещё минимум полметра ещё. Посёлок Сорокино. Пятая городская больница также серьёзно пострадала от наводнения. Работы по восстановлению зданий уже начаты. На каждой остановке делегацию встречали жители. Полприт и губернатор в очередной раз разъясняли причиной задержки выплат за утрату имущества. Деньги уже платят. С вами прошла задержка по актам, потому что не везде ушла вода. И окончательно определить размер ущерба не представляется возможным. Это я имею в виду по 50 и 100 тысяч. У нас количество ходило. По 10 тысяч по спискам, которые я утвердил, вы в ближайшие дни получите деньги. Деньги уже есть. В настоящее время ведётся оформление жилищных сертификатов для граждан, жильё которых стало непригодным для проживания. Эти списки постоянно уточняются, поскольку в некоторых случаях потопленные дома постепенно приходят в аварийное состояние. С выплатой компенсации тоже проблем не будет. Объёмы 100% всем, кто будет утверждён комиссией. Потому что те деньги, которые заплатили, выдали, ещё появляются люди пострадавшие, ещё будут правительству выдавать. Проблем в этом нет. Какого-то барьера, вот такую сумму, не более того, этого не существует. Алтайский край направил в правительство России заявку на получение ещё порядка полутора миллиардов рублей для оказания помощи пострадавшим от стихии. Ирина Попова, Сергей Кузнецов. Новости ОТН. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...